МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарканской области губернатор южнокорейской провинции Кюнсан Пукто обсудили вопросы расширения связей в сфере образования, туризма и спорта. Отчего предприниматели, имеющие несколько бензозаправок, не могут погасить кредитные долги? Двое бизнесменов недовольны работой налоговой службы. Об этом они рассказали на очередном приеме предпринимателей. 57-летней женщине самаркандские врачи подарили шанс на здоровую и полноценную жизнь, пересадив ей половину печени ее дочери. В операции участвовало 25 сотрудников. 164 акдарийских женщин получили новые шерейные машинки. Трудиться, радоваться и быть благодарным судьбе – таково жизненное кредо незрячего столера. Я увидел, как мусульмане отозвались. У меня слезы пошли. Я говорю, господи, спасибо тебе. В эти дни в нашей стране с визитом находится корейская делегация из числа представителей текстильной промышленности в главе с губернатором провинции Южной Кореи Кюнсэм Пукту Ли Чоль У. После проведения переговоров в столице с официальными лицами республики гости посетили в Самарканд. Гостей встретил Хоким области Иркин Джон Турдымов. Как сказал глава региона, узбекско-южнокорейские отношения благодаря личным контактам лидеров двух стран приобрели характер особого стратегического партнерства и основываются на принципах дружбы, взаимного уважения и доверия. И этот визит станет еще одним шагом в развитии двусторонних отношений между двумя государствами и регионами. Стороны говорили о том, что Узбекистан и Южная Корея накопили большой опыт успешного и взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В настоящее время Республика Корея стала одним из ведущих и крупнейших инвесторов в нашей стране. Дальнейшее развитие взаимосвязей является одной из основных целей сегодняшней встречи. Эркинджон Турдемов предложил провести бизнес-встречи между предпринимателями Самарканда и Кюнсан-Пукто. Губернатор провинции Ли Чоль У тепло поддержал данную инициативу. В ходе переговоров обращено внимание на важность расширения связи между двумя регионами в сфере образования, туризма и спорта. Подчеркнуто, что Самаркандская область выгодна для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений с провинцией Кюнсан-Пукто, что в равной степени служит интересам обеих сторон. Проблемные кредиты. Под этим термином понимаются кредиты, по которым после выдачи в срок и в полном объеме не выполняются обязательства со стороны заемщика. На сегодняшний день по области имеют место случаи невыплаты кредитных средств, полученных клиентами коммерческих банков на различные цели. Это, в свою очередь, оказывает серьезное влияние на деятельность банков и ограничивает их возможности. Для предотвращения подобных ситуаций в областной администрации проведены совещания по вопросам оперативного погашения возникших задолженностей по кредитам самаркандских филиалов Народного банка и Агробанка. Как было отмечено, по утвержденному банком к плану ликвидации проблемных кредитов идет невыполнение на 55 миллиардов 400 миллионов сумм или 25 процентов. На совещании были перечислены случаи невозврата кредит. Так, для пополнения оборотного капитала общество с ограниченной ответственностью сам ТД выделен кредит в размере 1 миллиарда 700 миллионов суммов. И на сегодня у предприятия невыплаченная задолженность в размере 1 миллиарда 600 миллионов суммов. Интересно, что, несмотря на то, что деятельность ведется, заработанные деньги не поступают на расчетный счет и нет никакого денежного оборота. Несмотря на неоднократные предупреждения, руководитель предприятия не торопится погасить свой долг. Возникает вопрос. Неужели у человека, владеющего бензозаправкой, имеющего несколько магазинов и автомашину, нет возможности рассчитаться с банком? Другой пример. Кредит в размере 518 тысяч долларов США был выделен обществу с ограниченной ответственностью стандарт экспорт на строительство теплицы и приобретение тепличного оборудования. На сегодняшний день имеется долг в размере 4 миллиардов 400 миллионов суммов. Представители банка рассказали, что, несмотря на то, что теплица функционирует и продукция полностью реализуется, вырученные средства идут вне расчетного счета. На встрече предприниматели, имеющих задолженности, призвали к ответственности. Банк пошел на встречу, когда им нужны были дополнительные средства. Так и субъекты предпринимательской деятельности со своей стороны должны добросовестно выплатить долги. Хокимобласти на эту тему провел беседу с каждым клиентом банка. По итогам совещания сказано о том, что ответственность за ликвидацию проблемных кредитов лежит в первую очередь на руководстве и работниках банка. А помощникам Хокимов, сотрудниками Бюро принудительного исполнения, нужно принять соответствующие правовые меры для взыскания выданных кредитов по различным программам и погасить имеющиеся задолженности в течение 7 дней. Данная тема будет рассмотрена спустя неделю. Подобная встреча прошла и с кредиторами Агробанка. Вопросы кредитования, выделения земли, налогового администрирования, инфраструктуры, бюрократии при получении лицензий и разрешений. Такие темы чаще всего бывают в центре обсуждения на приеме предпринимателей главой региона. И этот раз не исключение. Продолжение следует... Руководство пахтачейской компании Зиовыдин Пахтату Залаш попросило содействия в решении проблемы с областным налоговым управлением. По словам директора Бахтиора Усмонова, у предприятия имеется долг перед налоговой в размере 4 миллиардов 600 миллионов суммов. Но организация выставила платежное поручение на свыше 9 миллиардов суммов. Областному налоговому управлению поручено решить вопрос предпринимателя. Следующая участница не согласна с итогами камеральной налоговой проверки ее предприятия Туронбараката Минодхазмат, функционирующего в Агдаринском районе. В прошлом году в Агдаринском районе было снижимом агдаринском районе. Рабочая группа, куда вошли представители управления юстиции, экономики, палаты предпринимателей и других, изучат вопросы и дадут свои заключения по правоте сторон. Шавкат Шарипов – учредитель двух предприятий, задействованных в медицинской сфере. Для реализации проекта в 2019 году им был получен кредит в размере полтора миллиарда долларов США. Из-за пандемии и ряда других причин возникли сложности с оплатой заемных средств, и потому просят отсрочить выплату и помочь с выдачей еще одного кредита. Продолжение следует... Графт багажей и критер мы забавно решили. Дорога ма? Протсент, логонный период вар, А вот период ларом бездережной работы нет миска? Причи. Я ослабился с вами вау, а теперь, это ничего не так. А, сейчас, у нас и 2-я литка, вот, вот, я не знаю, он бэнтэн, бэнтэн, нету не знаю. Я не знаю, я знаю, я знаю. Я не знаю, я знаю, я знаю. Я знаю, я знаю, я знаю. Я знаю, это не знаю, я знаю, я знаю. Продолжение следует... Банкиры рассмотрят варианты по оказанию поддержки бизнеса обратившихся. Из поступивших 28 заявок на участие в приеме Хукима, 24 были решены до встречи, 4 рассмотрены во время приема в областном отделении торгово-промышленной палаты. Кроме записанных бизнесменов, был заслушан ряд граждан. Некоторые пришли поделиться своими проектами и попросить поддержки. Продолжение следует... Идеи будут изучены назначенными ответственными лицами. Одна из участниц просит оплатить кредит за купленную ею квартиру или помочь открыть магазин. Другая возмущена тем, что и выдано бесплатное жилье общей площадью 60 квадратных метров не в той части города, как она хотела, ссылаясь на плохое здоровье и отдаленность медучреждений. В первом случае разъяснен порядок запуска торговой точки и прикреплено ответственное лицо. Во втором сказано о том, что женщина может отказаться от бесплатной квартиры в пользу тех, кому важно иметь крышу над головой. Всего на приеме участвовало около 50 граждан. В Самарканде впервые в истории региона проведена операция по трансплантации печени. О том, как мастерство хирурга возвращает к жизни, в нашем следующем материале. Подарили надежду на полноценную жизнь. В Самарканде впервые выполнили трансплантацию печени. Новый орган получила 57-летняя женщина с неизлечимой стадией заболевания. Операцию провели специалисты Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского университета. 9 августа в Самарканде впервые в Самаркандском областном многопрофильном центре в отделении хирургии произведена родственная трансплантация печени больной с заболеванием цирроза печени. Ей печень дала ее старшая дочка Курбанова. Операция длилась у нас 13,5 часов. В операции участвовало 25 медицинских сотрудников. Это хирурги, анестезиологи, операционные медсестры, реанимационные медсестры, санитарки. Операция у нас прошла успешно. Больная находится сейчас в реанимационном отделении и донор, и реципиент. Проведенная операция стала еще одним достижением медицины Самаркандской области. Как говорит главный врач центра, все это стало возможным благодаря поддержке государства и правительства. Был принят ряд нормативных документов. В мае текущего года президент подписал закон о трансплантации органов и тканей человека. Была проведена большая централизованная работа. Проведение подобных операций невозможно без укрепления материально-технической базы. Благодаря практической поддержке Хокима области, свободных остаточных средств было закоплено медицинское оборудование. Всего затрачено 10 миллиардов сумм. Кроме того, при финансовой помощи Министерства здравоохранения и главы региона около 30 врачей повысили свою квалификацию в Москве, Казани, Киеве, Стамбуле и Анкаре, научившись работать на высокотехнологичном оборудовании. Необходимо сказать, что с 2021 года в медучреждении успешно проводится трансплантация почек. До сегодняшнего дня донорский орган получили 22 человека. Причем 10 операций проведены самостоятельно врачами областного многопрофильного медицинского центра. Эти операции за границей стоят от 50 до 400 тысяч долларов США. Самое дешевое в Индии – 20 тысяч долларов. На трансплантацию почек требуется материал на 70 миллионов сумм. Половину этой суммы нуждающимся пациентам покрывает Хоким области, утвердив сумму депутатов областного Кингаша. Мы приложим все усилия, чтобы и этот вид операции стал доступным для всех нуждающихся людей. Сложная операция по трансплантации печени продолжалась более 13 часов с участием многих врачей, специалистов и медицинских сестер. Это была слаженная командная работа, требующая от каждого медработника, кроме квалификации, хорошей психологической и физической подготовки. Пациентка дала матери половину своей печени. Операция продолжалась 13 часов. Она прошла успешно. В ней активное участие приняли все сотрудники нашей больницы, начиная от руководства до санитарки. Если хирурги были заняты изъятием печени и ее мобилизацией, то мы, сосудистые хирурги, со своей стороны зашивали кровеносные сосуды. В результате нашего совместного труда в истории Самарканда была впервые с успехом проведена трансплантация печени. Теперь начинается сложный и долгий послеоперационный этап. До того, как пациентку взяли на операционный стол, был снижен ее иммунитет, чтобы избежать отторжения донорского органа. Поэтому наша съемочная команда не смогла заснять героев репортажа. По утверждению трансплантологов, спустя день после операции рецепиент вместе с донором чувствует себя хорошо. Пациентка наша на сегодняшний день уже приходит в себя, начинает с нами реагировать. Естественно, она еще тяжелая. Она будет оставаться тяжелой в течение 5-7 дней. Но имеется положительная динамика. А донор уже мы хотим сегодня начать кормить, а завтра переводить в свое отделение. По области 407 пациентов страдают от цирроза печени. Из них 62 человека нуждаются в пересадке органа. Как говорят специалисты, это начало нового направления хирургии Самаркандской области. И отныне подобные операции будут проводиться на постоянной основе. Народная мудрость голосит, если человеку дать удочку и научить ловить рыбу, то он никогда не останется голодным. Для него это намного важнее, чем просто дать что-либо бесплатно или один раз решить возникшие трудности. По такому пути пошла администрация Агдаринского района, где группе женщин передали швейные машинки в целях дальнейшего широкого вовлечения населения в предпринимательскую деятельность и создания дополнительных условий для осуществления легальной трудовой деятельности. По этому поводу прошло мероприятие, в котором приняли участие официальные лица Республики области и района. Возможность работать на новых швейных машинках получили 164 безработных представительниц прекрасного пола, включенных женскую тетрадь на третьем этапе и к другим новостям. В одном из уголков Самарканда живет удивительный человек. Несмотря на то, что в молодости в результате несчастного случая потерял зрение, герой нашего репортажа продолжает работать, зарабатывая непростым трудом на хлеб насущный. Небольшая мастерская, пропитанная приятным запахом древесины. Любая заготовка в руках столяра Александра Горшкова превращается в оригинальное изделие. С деревом я уже, как говорится, работаю уже не первое время. Казалось бы, ничего сложного. При наличии желания необходимых инструментов простой кусок дерева можно превратить в настоящее чудо. Но есть одна особенность – наш герой незрячий. Ну, это, в общем, получается, это от табуретки или от любого стульчика – это ножка. Это чисто под европейский я вот стиль, типа, делаю, понимаете, здесь на сужение вот так вот будет. Александр Анатольевич родился в Самарканде. После обучения вузе на факультете физической культуры пошел служить в армию. Там и произошла трагедия, в результате которой спустя время он потерял зрение. Когда я там уже в госпиталь попал, и мне нейрохирург просто как-то сказал, говорит, сынок, а в то время я еще видел, прекрасно видел. Он говорит, чем я тебя, извините, сделаю дураком, лучше как-нибудь смиряйся с жизнью. Но я не понимал, что я могу ослепнуть, понимаете. И когда я приехал уже сюда, уже здесь, я потом закончил институт, вот этот год поработал, но я почувствовал, что это не мое. И как-то дома я в 87-м году попробовал что-то стругнуть. И вот этот запах опилок меня сильно привлек. И вот до сих пор, даже будучи слепым человек, я не могу с этим расстаться. Потеряв зрение, Александр Анатольевич учился жить заново. Теперь это были новые ощущения. Ремесло, приносящее заработок, надо было адаптировать к возможностям незрячих людей. Научиться безопасно пользоваться строительными инструментами. Но самое главное – вновь поверить в себя и осознать собственную полноценность. Любой человек из нас должен во что-то верить. Понимаете? Должна быть вера у него во что-то. Некоторые, например, верят в небо, некоторые в солнце. Я, например, вот, ну как, вот еще раз повторяюсь, я верю в Бога. Вот эта вера мне дает вдохновение, дает способность жить, способность трудиться, понимаете? И творить какие-то чудеса. Когда человек теряет зрение, у него сильно развиты пальцы. Я все чувствую пальцами. А с головы импульс уже идет сюда у меня на осязание. Там очень хорошо стараюсь соблюдать технику безопасности. Я ставлю там специальные ограничители. Действительно, видя эти качественно выполненные изделия руками мастера, понимаешь, что без помощи высших сил он бы просто не справился. Наш герой с гордостью демонстрирует свою продукцию. Это кухонная утварь, предметы мебели и даже это кресло-качалка. Вот, смотрите. Вот, вот сидишь и качаешься, как хочешь. Александра Анатольевича всячески поддерживает друзья, живущие рядом. Один сварщик, другой плотник. Вместе они выполняют самые сложные заказы. У тебя здесь будешь подрезать, и здесь так рама собирается, вот так вот, и тогда будет все. Может, теперь эти коробку надо сделать. Вот, коробка 7 сантиметров. 7. Эта четверка потом туда. К сожалению, о способностях Александра Горшкова мало кто знает. Покупатели в основном среди соседей, знакомых, волонтеров. Наш герой ни у кого ничего не просит. Он просто работает. И единственное, о чем мечтает, это наладить связи с какой-нибудь торговой точкой. Так у него были бы постоянные заказы и стабильный заработок. Несмотря на то, что дети живут в России, особенно столяр не думает покидать страну. Это моя родина, мой город, где живут самые лучшие и милосердные люди, говорит наш герой. Честно говоря, здесь и менталитет такой, знаете, незаменимый. Совсем все по-другому. Мне здесь очень нравится. Здесь и люди добрые. Здесь даже если будешь пить, просить, тебе подадут. Дважды тоже переболел. Я увидел, как мусульмане отозвались. У меня слезы пошли. Я говорю, Господи, спасибо тебе за этот народ. Это все, о чем успели рассказать за отведенное нам время. О новых событиях в следующем выпуске. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и следите за новостями. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова